Для того, чтобы начать работу в ГИС ОПВК, организации необходимо авторизоваться с использованием единой системы аутентификации и авторизации портала госуслуги. Для того, чтобы от лица авторизованной в ГИС ОПВК организации мог работать конкретный сотрудник, ему необходимо заранее назначить соответствующие права доступа в профиле организации. У самого сотрудника должна быть подтвержденная личная учетная запись на госуслугах. После авторизации и входа в систему пользователь попадает на домашнюю страницу. Она состоит из трех рабочих областей. Блока доступа к функциям системы, блока сведений об организации пользователя, блока информации – основной рабочей области интерфейса. В зависимости от своего функционала, организации пользователей ГИС ОПВК могут себя позиционировать в следующих ролях – отходообразователи, операторы по транспортированию, операторы по переработке. Роль организации при работе с системой отображается в личном кабинете. Отходообразователь может управлять в системе реестром своих мест накопления отходов, формировать заявки на обращение с отходами первого и второго классов. Например, для добавления в реестр нового места накопления отходов пользователям в специальную форму заносится Географическое расположение, виды образуемых отходов, их класс опасности, режим работы организации, контактные данные и, при необходимости, фото – место накопления отходов. Место накопления отходов попадет в реестр системы только после проверки данных федеральным операторам. Функционал КИС ОПВК для оператора переработки заключается в подаче заявок на переработку отходов. Для добавления объекта обращения заполняется специальная форма, где вносятся название объекта, его расположение, адрес лицензии и особые условия деятельности. Объект обращения с отходами попадет в реестр системы только после проверки данных федеральным операторам. Функционал КИС ОПВК для оператора транспортирования заключается в заполнении реестра транспортных средств и подаче заявок на транспортирование. Чтобы добавить в реестр транспортное средство, необходимо заполнить форму, внести данные автомобиля, уточнить для перевозки каких видов отходов он предназначен, выбрать из выпадающего списка муниципальное образование для обслуживания данным транспортным средством и при возможности добавить фото. После отправки формы транспортное средство будет занесено в реестр системы только после проверки данных федеральным операторам. У пользователя есть возможность заверить данные электронной подписью. Система доступна для тестирования с 1 сентября 2020 по адресу demo.kisopvk.ru Продолжение следует... Продолжение следует...